К рокоту винтов жители Путилково привыкли. На территории бизнес-парка вертолётная площадка. А вот крики посетителей миграционного центра, расположенного в том же парке, не умолкают ни днём, ни ночью. Два часа ночи собирается огромная толпа, можно сказать, многотысячная на остановке, чтобы занимать очередь. Они шумят. Люди, ожидающие приёмы, объясняют. Они дежурят здесь для того, чтобы не превратиться в нелегалов. Час икс для мигрантов наступит через неделю. Закончится льготный пандемийный режим. Когда регистрации и разрешения на работу продлевались автоматически. Всех, кто не успеет привести документы в порядок, ждут штрафы и депортация. Здесь что-то бардак, наверное. Только для того, чтобы получить талон на первичный приём, люди стоят сутками. Уже второй день. Второй день ждёте? Да. Вы тут живёте практически, да? Ну, в практике, да. Люди, которые посещают миграционный центр, оказались в заложниках этого всего. И им деваться некуда. Местные жители сочувствуют тем, кто стоит в нескончаемых очередях, но просят с пониманием отнестись и к собственным проблемам. Окрестности завалены мусором, газоны вытоптаны. В отход же места превращаются скверы, подъезды близлежащих территорий. Удивительно, но в самом миграционном центре, по словам тех, кому всё же удалось сдать документы, условия не лучше. Вот такие клетки. Внутри полно народов, даже тысячи, я не знаю, столько там вообще стоять невозможно. Вон какой, вообще ужас. Внутри посетителей завозят партии миноавтобусах. Остановки в Путилково превратились в территории отчуждения. Обычным пассажирам здесь, мягко говоря, неуютно. Сотрудники полиции и миграционного центра, курирующие посадку и высадку, уверяют, всё под контролем. В связи с увеличением числа иностранных граждан, обращающихся за оформлением патента, приняты меры. Увеличено количество автобусов, доставляющих иностранных граждан. Увеличено время работы. Миграционный центр работает с 8.00 до 21.00. Увеличена численность работников и открыты дополнительные окна. Мы месяц назад приезжали, мусора меньше было, а сейчас мусора больше. Ну, нет, спадает всё оно народ. Мусорят, ну, мусорят люди, чё. Посетители говорят, они вынуждены ночевать во дворах и на остановках из-за плохой организации самого процесса оформления. Талон не дают. Там много посредников есть. Там есть посредник в миграционном центре? Да. В миграционном центре посредник. Это легально, нелегально? Нелегально. Если 3 тысячи дадут, говорят, без вопроса сразу заходят, говорят. И без очереди? Да, без очереди. Граждане принимаются. В принципе, всё это происходит практически в срок. Без всяких, скажем так, без нарушения законодательства в плане со стороны граждан и охраны. Они говорят, что 10 часов стоят в очереди? Вероятно. Для того, чтобы полностью пройти и оформить всю услугу, да, им приходится столько стоять. Ради заветных бланков мигранты, несмотря ни на что, готовы и дальше выдерживать ночные очереди и переклички. А вот терпение местных жителей на исходе. Под требованием навести порядок в Путилково подписались тысячи людей. Денис Восковский, Сергей Солдатов, Павел Глазунов, Олег Добин, Андрей Вершинин. Вести. Спасибо. Спасибо.